Компас времени Кельты Около 10 тысяч лет назад подходил к концу последний ледниковый период. Это были не лучшие времена. Было очень холодно, и у небольших групп людей, сумевших приспособиться к этим условиям, жизнь была тяжелой. Но постепенно начало теплеть. Каждое лето лед таял чуть больше, чем в предыдущие. Вскоре кочевые племена, которые поколениями едва могли прокормиться охотой, оказались в теплых, плодородных краях. Некоторые из них перестали кочевать и сели в районе, который называют Междуречье. Там они научились сеять семена и выращивать урожай. Скоро у них оказалось достаточно пищи, и у них появилось кое-что очень важное. Время. Освободившись от забот о выживании, люди Междуречье могли подумать о другом. Например, придумать лучшие способы выращивать еду и разводить животных. Пищи стало еще больше. От Междуречья западный мир расширился до теплого, плодородного Средиземноморья. Прошли тысячи лет, и появились новые культуры. Шумеры, ассирийцы и вавилоняне, египтяне, финикийцы, минойцы, персы, греки и римляне. Ого, сколько народов! В зените Римской империи карта Древней Европы выглядела так. Итак, римляне господствовали во всем Средиземноморье. Но что происходило по другую сторону границы? Там кто-нибудь жил? В этом регионе климат был не такой, как у римлян, и выжить было труднее. Но эти суровые народы тоже процветали, живя своей жизнью. Около 600 года до н.э. в группе народов Центральной Европы начала развиваться кельтская культура. Они были из разных племен и редко собирались вместе, чтобы организоваться ради общей цели. Эти независимые племена часто воевали друг с другом за власть. Но сегодня мы называем их всех кельтами, потому что, несмотря на различия, у них был общий образ жизни, общий язык и одна земля. Кельты Считалось, что кельты очень вспыльчивы. Кто резал салат моим топором? Кельты были военным обществом. Их возглавлял вождь, командовавший смелыми воинами, которые часто нападали на другие земли и поселения. Да они совсем как римляне. Да, Пипа, они чем-то похожи на римлян. Но разница в том, что римляне вторгались в чужие земли, чтобы присоединить их к империи. У кельтов не было централизованной империи. Но у них была своя культура и свои обычаи. Например, завоевав территорию, воины строили укрепленные поселения. Мы называем их опидум. Их защищали естественные границы. Например, склоны гор и огромные рвы. За каменными стенами они строили круглые дома без окон, с крыши из дерева, соломы и глины. Вокруг домов были фермы, где свободно разгуливали козы, свиньи, коровы, овцы и лошади. Поселяне тяжко трудились, чтобы запасти на зиму пшеницу, рожь и ячмень. Население росло, пока ему хватало места. А потом они отправляли разведчиков искать и завоевывать новые земли. И все начиналось сначала. Их владения расширялись вовне. Около 500-го года нашей эры кельтское влияние распространилось от Иберийского полуострова до Мертвого моря. Некоторые кельты даже перешли Альпы и захватили земли на севере Италии. В 387 году они захватили и сожгли Рим. Так началось легендарное соперничество, длившееся веками. Римляне называли этих воинов галлами. Они так и не простили им вторжение в свой любимый город. Друиды. Кельты верили в волшебную силу слова. Взывая к богам, мудрец мог исцелять людей или видеть будущее. Но поскольку они не хотели, чтобы враги овладели их магией, они никогда ничего не записывали и старались держать свои знания... в тайне. Поэтому мы так мало о них знаем. Сейчас мы представляем их высокими и стройными, с длинными белыми бородами, в мантиях, с золотыми лентами и с магическими жезлами в руках. Этих колдунов называли друидами и очень уважали. Вожди племени всегда просили их совета, чтобы принять решение. Друиды знали о целебной силе растений и умели варить зелья из растительных экстрактов, которые лечили людей и придавали им мужество в битве. Современное представление о колдунах основано на рассказах о нас, друидах, которые могли управлять Вселенной с помощью своей магии. Друиды разных племен встречались раз в год в священной дубовой роще, чтобы держать совет. Они делились своими открытиями и знаниями. Они учили других, как делать магические зелья и рассказывали об их действии. Часто друидов сопровождали ученики и подмастерья, которые помогали им и терпеливо изучали тайны друидов. Гальская война Битвы между кельтами и римлянами стали легендарными. Римляне очень боялись бесстрашных воинов, которых называли галлами. Именно сражения с галлами мешали римлянам расширить империю на север. Точнее так было до первого века, пока у них не появился один знаменитый полководец. «Ну что вы, не стоит! Спасибо, спасибо!» Это был Юлий Цезарь. И именно он, наконец, завоевал легендарных галлов. Но это было непростое дело. Понадобилось семь лет непрерывных сражений, чтобы победить и взять в плен Верцингетарикса, последнего гальского вождя. За эти годы 800 городов подпали под власть римлян. А число жертв было чудовищным. По подсчетам, в битвах погибло около трех миллионов человек. А еще около миллиона попали в плен и были обращены в рабство. Немногие галы, оставшиеся на свободе, бежали в Иберию и Британию, где сопротивлялись римлянам до 42-го года до нашей эры, когда их вновь завоевали. Но один из последних гальских бастионов, Ирландия, продержался до 7-го века, пока кельты снова не попытались расширить владение, напав на Каледонию, нынешнюю Шотландию. Давайте с помощью компаса времени посмотрим, что в то время делалось в остальном мире. Что происходило в Иудее, пока кельты сражались с римлянами в Британии? В 61-м году до нашей эры, за Средиземным морем, евреи тоже сражались с римлянами. Тут римляне, там римляне, везде эти римляне. Верно. Римляне были на востоке, на западе, севере и юге, расширяя свою гигантскую империю во все стороны. В Иудее евреи строго придерживались своей религии и не могли смириться с властью римлян. Евреи сопротивлялись и восставали против римлян до 70-го года нашей эры, когда император Тит Веспасиан послал войска уничтожить Иерусалим. Немногие уцелевшие евреи рассеялись по миру в поисках новой Родины. Это называется великим еврейским рассеянием. Следующей серии – «Викинги». Холодным июньским утром в 793 году мир и покой монастыря Линдисфарн были нарушены навсегда. Из тумана на горизонте появились корабли, на которых плылись свирепые люди с длинными волосами и бородами. Они были великими воинами и прекрасно владели своими мечами и топорами. Так монахи Линдисфарна познакомились с викингами. Эти воины напали на деревни, города, церкви и монастыри во всей округе. Они победили монахов, сожгли все, что нашли и забрали с собой все драгоценности и сокровища, какие смогли погрузить на корабли. Началось вторжение викингов. В прошлом серии «Компаса времени» Около десяти тысяч лет назад подходил к концу последний ледниковый период. Это были не лучшие времена. Было очень холодно, и в небольших групп людей, сумевших приспособиться к этим условиям, жизнь была тяжелой. Но постепенно начало теплеть. Каждое лето лед таял чуть больше, чем в предыдущие. Вскоре кочевые племена, которые поколениями едва могли прокормиться охотой, оказались в теплых плодородных краях. Некоторые из них перестали кочевать и осели в районе, который называют Междуречье. Там они научились сеять семена и выращивать урожай. Скоро у них оказалось достаточно пищи, и у них появилось кое-что очень важное – время. Освободившись от забот о выживании, люди Междуречье могли подумать о другом. Например, придумать лучшие способы выращивать еду и разводить животных. Пищи стало еще больше. От Междуречья западный мир расширился до теплого плодородного Средиземноморья. Прошли тысячи лет, и появились новые культуры – шумеры, осирийцы и вавилоняне, египтяне, финикийцы, минойцы, персы, греки и римляне. Ого, сколько народов! В зените Римской империи карта Древней Европы выглядела так. Римляне господствовали во всем, Средиземноморье. Но что происходило по другую сторону границы? Там кто-нибудь жил? На самом деле там жило много разных народов. О некоторых вы могли слышать. Компас времени Викинги Холодным июньским утром в 793 году мир и покой монастыря Лендисфарн были нарушены навсегда. Из тумана на горизонте появились корабли, на которых плыли свирепые люди с длинными волосами и бородами. Они были великими воинами и прекрасно владели своими мечами и топорами. Так монахи Лендисфарна познакомились с викингами. Эти воины напали на деревни, города, церкви и монастыри во всей округе. Они победили монахов, сожгли все, что нашли, и забрали с собой все драгоценности и сокровища, которые могли погрузить на корабли. Началось вторжение викингов. Нападение на Лендисфарн было одним из первых вторжений викингов в Европе, а после него их было еще множество. Через год после нападения на Лендисфарн викинги разрушили монастыри Вьяроу и Манквермуте на побережье Англии и разграбили монастырь Инишбофин в Ирландии. В 844 году они появились в Испании и напали на Севилью. Следующими были Париж и Бордо. Затем, после налета на восточное побережье Иберии, они переплыли Средиземное море и атаковали Тоскану. Так начиналась эра викингов, длившаяся три столетия. Время, когда Европа жила в страхе перед этим народом. Грозные войны Викинги Эти войны пришли из Скандинавии, холодного и малопригодного для жизни места на севере Европы. Жизнь там была тяжелой, потому что зима была долгой, а пригодной для обработки земли не хватало. А значит, чтобы выжить, викингам приходилось целыми днями трудиться на полях, искать пищу и дрова для отопления. Рыба – прекрасный источник пищи, была доступна круглый год, и они стали умелыми рыбаками, вылавливая обитателей Северного моря. Викинги, тесно связанные с морем, создали прекрасные корабли и вскоре научились уверенно водить их по океану. Суровая жизнь сделала викингов сильными, стойкими и иногда опасными людьми. Бьерн, можно мне поиграть? Мама не велит бросаться! Викинги были очень суровыми, так как жили в одном из самых тяжелых климатов на Земле. У викингов, в отличие от южных народов, не было централизованной власти, но была собственная система правления. Заморские исследования Все викинги, жившие по соседству, время от времени встречались, чтобы обсудить законы и правосудие, и выбрать вождей. Эти встречи назывались «тинг» и были чем-то вроде Верховного суда у викингов. Каждый свободный человек мог подать суду жалобу или попросить рассудить спор. Все обсуждали варианты решения или наказания виновных. Иногда преступников приговаривали к смерти или к ссылке, то есть изгоняли их из общества. Так случилось с Эриком Рыжим, высланным из Исландии за его преступление. Как большинство викингов, Эрик был очень упрям. Нет. Нет. Я отказываюсь признать, что я не прав. Эрик в одиночку отправился искать себе новую землю. После долгого плавания он оказался на земле, где не нашел людей. Он исследовал ее три года. Потом он вернулся в Исландию и рассказал о зеленой земле, которую мы сегодня знаем под названием Гренландия. В 985 году Эрик Рыжий убедил многих людей отправиться с ним туда и основал первую европейскую колонию в Гренландии. Лейф Эриксон, сын Эрика Рыжего, унаследовал его упрямство. Нет. Нет. Неправда. Лейфу наследовал от отца и страсть к приключениям и исследованиям. Лейф отплыл из Гренландии на запад и достиг другой удивительной земли. Некоторые ученые считают, что он обнаружил там виноград и назвал это место страна винограда. Винланд. Лейф Эриксон не знал, что он попал в Северную Америку. И первым из европейцев основал там поселение, которое, как полагают, находилось в Ньюфаундленде. Рагнарёк. Когда викинг-воин умирал, это было только начало. Чего? Путешествие навстречу великим приключениям. Когда умирал знатный воин, его тело клали на корабль вместе с его лучшим оружием, доспехами и щитом. Иногда на судно грузили и трупы его коня, и слуг, чтобы они сопровождали его в пути. Корабль спускали на воду и поджигали, отправляя воина в долгий путь в загробный мир, на встречу с главным богом Одином в его чертоге Волгаль. Викинги считали, что в загробном мире важно быть хорошо вооруженным, потому что, когда воин прибывал, Один принимал его в армию, которая должна была сразиться в последней великой битве. Викинги считали, что битва за власть над миром будет яростной, и участвовать в ней будут великаны, чудовища и боги. По легенде, хороших богов возглавляли Один и его сын Тор, бог Грома. Они в последний раз сразятся с силами зла, когда придет конец света. Эта последняя битва богов называлась Рагнарёк. Противоборствующие им силы хаоса включали в себя ужасных великанов и бога Локи. В рассказах об этой битве Тор побеждает злого змея Йормунганда, но змей успевает дохнуть на него ядовитыми парами, и он умирает. Хотя кельты и викинги жили в разное время и в разных местах, их образ жизни был схожим. И те, и другие были воинами и завоевателями. Но не имея централизованной власти, и те, и другие уступили другим культурам. Кельты пали под гнетом римлян, а викингов постепенно обратили в христианство. Давайте с помощью компаса времени посмотрим, что в то время делалось в остальном мире. Что происходило в Риме, когда викинги грабили прибрежный район Европы и основывали там поселение? Через семь лет после появления викингов в монастыре Линдисфарн около 800 года «Король Карл Великий, предводитель всех франков, был коронован священным императором римлян». «Священным императором римлян?» Да, Пипа. Священный, потому что его благословил сам Папа Лев Третий. Папа лично короновал Карла в день Рождества в Риме, так начались тесные отношения между королем и церковью. Карл Великий стал защитником Папы и церкви. При его правлении христианство впервые объединило большую часть Западной Европы. Субтитры подогнал «Симон»